А вы знаете, что в 43-м году он чуть не погиб. На самом деле его спас его друг алтайский христианин, некто Семен Андреевич Косов, которому он посвятил вот такое стихотворение. Вообще, знаете, эти истории военные, когда люди там вообще попадали под танки, урезали руки и ноги, и очень никаких шансов его спасти не было. К счастью, его не переехал там. Одного моего хорошего знакомого, его хорошего знакомого поэта, когда Роба переехала, я лишил руки, но я из жизни там помогу лишить. Ну а тут тоже он, в общем, чуть не погиб, но сейчас попал в такую тяжелую ситуацию. Написал он такое стихотворение своему спасению. Семен Андреевич, алтайский пахарь, счастлив ли ты, здоровый, живой ли? Помнишь, как ты разорвал рубаху и руку мне перетянул до Бога? Помнишь, была побита пехота, и мы были двое у пулемета, и ты сказал по-обычному, просто ленту-ногу заложив, ступай ты раненый. Вот нынче мороз-то, а я останусь, походу, живой. После госпиталя, в котором довольно долго и тяжело лежал, он остался в строю, он был разведчиком. Он прошел всю войну, фактически, до Берлина, брал Берлина. Так что, в общем, он был полноценный воин. Это, к слову, дом, как я вообще еврей по минимальной части. Ну, конечно, он их сегодня прекрасно знает, но кто-то это очень сильно отрицает. Вот. Такие совершенно непонятные вещи, на самом деле, потому что это метафизма, уже здесь что-то совсем не будет. Ну, и вот наступило мирное время. Значит, чем он занимался в мирное время? Он занимался в основном переводами. Он написал очень много сценариев для разных фильмов о радиопередаче. И к нему в 70-м году все-таки пришло то, ради чего все нахитили. К нему пришло признание. В 70-м году. Это дремучие брежневские времена. Вот. Значит, выжил его первый такой сборник, который, так сказать, сразу замечен был, он хорошо напечатан, хорошо издан. Это был сборник «Дн» назывался. Вот. Но он стал жить такой хорошей жизнью. Вот. У него были хорошие условия жизни, как бы по тем временам. У него был огромный круг друзей. И любопытно другое. Он жил, немножко менял адреса, конечно, но, как, впрочем, все успеются, живут за жизнью, меняют несколько адресов. Конечно, тоже было и у самой было. Но приблизительно, я даже могу точно сказать, какой это год, я училась в 10-м классе, ну, грубо говоря, 75-76-й год. В Москве на Астраханском переулке построили писательский дом. Роскошный, новый. И переселили из разных мест туда весь писательский свет. И не только писательский, но в том числе и писательский. И я оказалась в этом доме у своей, у семьи, своей близкой в то время подружки, нынче очень известной поэтессой, издательной поэтессы, Алисей Николаевной, с братом, который я снималась в кино, по всему я ее и узнала, так сказать, через брата и через свою маму, с которой я там, так сказать, жила в Одессе во время съемок. И вот они тоже. А отец Алиси тоже поэт-фронтовик, Александр Маркович Николаев. Очень хороший, кстати, поэт. И кроме всего прочего, он был вообще счастливший человек. Просто счастлив. У него был шикарный параметр. Он был герой. Вот он потерял как раз правую руку на войне. Ему танком переехал. Ему было 17-летний мальчишка. Танк на него наехал в Польшу. Ну, там другая история. Я не буду ее касаться. Но он был фронтовым другом в самом деле. Фронтовым другом. И субстом. И при этом он работал замредактора Дружбонародов. Не больше, но меньше. То есть он довольно был высокопоставленный человек. Он тоже получил в этом доме квартиру, что и самому. Я об этом не знаю сегодняшнего дня. Потому что я стала копаться. Ну, я расскажу о том, где жил Самойлов. В основном он жил не в этом доме, но квартира в этом доме была. И тут я совершенно случайно нашла свидетельство для его второй жены о том, что у них квартира была на астраханском переулке. А я в этом доме наезжала постоянно. И в этом доме напротив Николаева, прямо напротив дверь, по две квартиры была на этаже, жил Юрий Левитанский на субборочках. А внизу, точно в такой же квартире, жил озеро, знаменитый футбол. Да, и он тот же писал внизу. Ну, я уже не говорю о том, что там напротив жил Луис Карбалана, а с правой стороны в соседнем доме жила Кристина Анаси со своим габистом мужем Каузовым. И всех я этих людей видел. Всех. И Кристина Анаси. Вот. Но это уже другая история. И вот оказалось, что Давид Самойлов там тоже был. А, дома, люди в этом доме, это мало того, что были люди, которые были одного дела. Вообще двери не закрывались. Вообще там не было ключей. Но у Левитанского правда был ключ. У него была хорошо остальная квартира по тем временам и чисто в ней. А поэтому туда не пускал. А, значит, а все остальные жили, как жили? Значит, все ходили взад-вперед, было не очень чисто. Было много собак, было много кошек, было много разных дверья. Двери тогда не знали этих внизу, запоров, то есть там никаких консержей не было, ничего. Но был двор. Этот двор хорошо укранялся, потому что в этом доме внизу был магазин берез. Можете представить, как он охранялся. Прямо на первом этаже. И я предполагаю, что, наверное, видела Давиду Самурову. Видела, просто не знала, что это он. Потому что я там видела очень многих, кто приходил в дом к Николаеву. А в дом к ним приходили каждый вечер всякие минуты люди, начиная от Ахмадулина и кончая была там лучше. Это все были люди, это все была одна компания. Я так вот там случайно оказалась, и многих я просто там все знала и знала. А вот что Давид Самуров, я не знала. Но, скорее всего, он там не жил. Потому что они жили, они переехали жить еще в 67-м году. Сейчас я об этом все расскажу, я чуть-чуть позже об этом расскажу. Самойлов все время упоминает о том, что Пушкин у него был путеводной звездом. Ему, конечно, есть стихи, так сказать, по этому поводу. И женская тема эта присутствует тоже такая вот как-то перекликается с тем, что Пушкин все-таки присутствовала эта тема. Пусть нас увидят без возни, без позни, розни и надсады, тогда и скажутся они из поздней пушкинской прияды. Я нас возвысить не хочу. Мы послушники ясновидца. Пока в России Пушкин длится, метелем не забыть свечу. Вот. Считал он так, что Пушкина в поэзии вообще не обоится. Потому что Пушкин с его точки зрения нашел золотую меру между мировым и национальным, что не всякий поэт мог бы вообще себе позволить. Сложил основу всех поэтических жанров и, так сказать, проявил поэтическую, то есть не проявил, а обозначил поэтическую этику. когда у поэта кроме обязанности прав никаких нет. Вот такое этику изложили. Со слов непосредственно Таня Самуева. И вообще Пушкин был очень трезвый человек, очень мудрый он. Ну и помимо вот этих стихов, которые в общем на слуху, которые в общем читали еще в школе, может быть, когда-то в связи с тем, что все-таки это военная тематика и она была в ходу, у него, конечно, есть совершенно другие стихи. Есть у него балладная. Сейчас я вам прочитаю очень страшное стихотворение. Страшное, потому что оно посвящено самоубийце, его другу. Имени он не указывает. Нигде я про этого друга ничего вычитать лично не смогла, может быть, вас интересуют где-то что-то найдете. Письмо называется прощание посвящение L.K. Кто этот человек, не знаю, но вы сейчас узнаете об этом из стихотворения. Страшное. Убившему себя рукой своей собственной, тоской своей собственной, покой и мир навеки. «Однажды он ушел от нас, тогда и свет его погас, но навсегда на этот раз сомкнулись веки». Не веря в праведность судьи, он предпочел без похвалы жестокой собственной судьбы, свою усталость. Он думал, что он свое унес, ведь не остался даже пес, но здесь не дым от папирос. Душа осталась. Не зря веревочка велась в его руках, не зря плелась, ведь знала, что придет ей час в петлю залиться. Не знала где, в жаре, в песке, в святой земле, в глухой тоске, она повисла на крюке самоубийцы. А память ведет иной шнурок, шнурок, который, как зарок, вернуться в мир или в мирок тот бесшабашный, к опалихинским галдежам, чтобы он снова в дом вбежал, внося с собой мороз и жар и дым табачный. Своей нечесанной башкой шапчонки чисто бунтовской он вламывался со строкой за место крича, за столье и с налетов спор и доводом наперекор на прополу пер в прибор окурки тыча. Он мчался голому сломя, врезаясь в рифмы и в слова и словно молния солба его слетала. Он был порывом к мятежу, но все-таки, как я сужу, наверное, не протудежу. Хлебное тесто была опара. Он создан был не восставать, он был назначен воздавать, он был назначен целовать плечо пророка. Меньшой приснятие с креста он должен был разжать уста, что явной стала простота всего урока. Сам знал он, перечем долгу, но в толчее и на торгу бессмертием назвал молву, однако в скобках. И тут же надо вспомнить, как в его мозгу клубился мрак, и как он взял судьбу в кулак и бросил сколков, убившему себя рукой своей собственной, тоской своей собственной, покой и мир навеки. За все, чем был он из палац в хвала, а остальному отпылать помог застенчивый палач очкать в аптеке. За подвиг чести нет награды, а уж небесный вертоград сужден лишь тем, чья плоть сквозь ад пройдя окрепла. Но кто б ему наколдовал, баланглу и саповал, чтобы он голову совал в родное пекло. И все-таки страшнее теперь жалеть невольника потерь, ведь за его плечами тень страшнее неволить стояла. И лечить недуг брались окно и нож и крюк и ощетимившись вокруг глаза кололи. Он в шахматы сыграл, с людьми в последний раз сыграл владьи и без колебания, без индульгенции канул вниз, где все веревочки сплелись и затянулись в бузел близ его дыхания. В стране, где каждый на счету, познав судьбы своей счету, он из толпок ушел в щепу, но без обмана. Оттуда не тянул руки, чтобы спасать нас вопреки Евангелию от руки и Иоанна. Когда преодолен рубеж, без преувеличения, без превозношения до небес, хочу проститься, ведь я не о своей туге печали, не о талантах и т.д. Я плачу просто о тебе, самоубийца. Иоанна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...